Сказки народа в Сибири о животных. Алтайские сказки. Обида морала. Прибежала красная лиса зеленых холмов в черный лес. Она в лесу себе норы еще не вырыла, а новости лесные ей уже известны. Стал медведь стар. И пошла лиса на весь лес причитать. Ай-яй-яй, горе, беда. Наш старейшина, бурый медведь, умирает. Его золотистая шуба поблекла, острые зубы притупились. В лапах силы былой нет. Скорей, скорей, давайте соберемся, подумаем, кто в нашем черном лесу всех умнее, всех краше, кому хвалу споем, кого на медведево место посадим. Где девять рек соединились, у подножья девяти гор, над быстрым ключом мохнатый кедр стоит. Под этим кедром собрались звери из черного леса. Друг другу шубы свои кажут, умом, силой и красотой похваляются. Старик-медведь тоже сюда пришел. Что вы шумите, о чем спорите? Притихли звери, а леса острую морду подняла и заверещала. Ах, почтенный медведь, не стареющим крепким будьте, сто лет живите. Мы тут спорим, спорим, а дела решить без вас не можем. Кто достойнее, кто красивее всех? Всяк по-своему хорош, проворчал старик. Ах, мудрейший, все же мы хотим ваше слово услышать. На кого укажете, тому звери хвалу споют, на почетное место посадят. А сама свой красный хвост распустила, золотую шерсть языком охорашивает, белую грудку приглаживает. И тут звери вдруг увидели бегущего вдали морала. Ногами он вершину горы попирал, ветвистые рога по дну небо след вели. Лиса еще рта закрыть не успела, а морал уже здесь. Не вспотела быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще его упругие ребра, не вскипела в тугих жилах теплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьется, тихо сияют большие глаза, розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются. Медленно встал старый медведь, чихнул, лапу к моралу протянул. Вот кто всех краше! Лиса от зависти за хвост сама себя укусила. Хорошо ли живете, благородный морал? Запела она. Видно, ослабели ваши стройные ноги, в широкой груди дыхания не хватило, ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел раньше вас прийти. Низко опустил морал ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь, и зазвучал голос, как тростниковая свирель. Уважаемая лиса, белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука нора здесь, за холмом, а я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил. Поднял голову морал, уши его подобны лепесткам цветов, рога тонким ворсом одеты, прозрачны, словно майским медом налиты. — А ты, лиса, о чем хлопочешь? — рассердился медведь. — Сама, что ли, старейшиной стать задумала? Отшвырнул он лису подальше, глянул на морала и молвил. — Прошу у вас, благородный морал, займите почетное место. А лиса уже опять здесь. Ахаха, бурого морала старейшины выбрать хотят, петь хвалу ему собираются, ахаха. Сейчас-то он красив, а посмотрите на него зимой. Голова безрогая, комолая, шея тонкая, шерсть висит клочьями. Сам ходит, скорчившись, ответ расшатается. Морал в ответ слов не нашел. Взглянул на зверей. Звери молчат. Даже старик-медведь не вспомнил, что каждую весну отрастают у морала новые рога. Каждый год прибавляется на рогах морала по новой веточке. И год от года рога ветвистия, а морал чем старше, тем прекраснее. От горькой обиды упали из глаз морала жгучие слезы. Прожгли ему щеки до костей, и кости прогнулись. Погляди, и сейчас темнеют у него под глазами глубокие впадины. Но глаза от этого еще краше стали. И красоте морала не только звери, но и люди славу поют.